Мужской понедельник В эфире Николай Голиков Это я, Владимир Сметанин Который пытался пробиться в эфир, но ему не дали злые люди Сейчас злые люди ему ставят другой микрофон Добрые ставят микрофон Попробуй в него еще поговори И все будет нормально Добрый день Мужской понедельник начинается 11.07 Николай Голиков Наши гости уже говорят в эфире Давайте сразу их представим Михаил Шевелев, председатель совета по аудиторской деятельности При Вятской торгово-промышленной палате Добрый день И Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер» Еще раз всем добрый день Те люди самые, которые будут сегодня нас консультировать по разным вопросам В качестве экспертов выступать здесь Мы работаем Повод для нашей встречи, их на самом деле несколько Во-первых, это 28 июля Год с момента, когда Президентом Российской Федерации На должность временно исполняющего обязанности губернатора Кировской области Был назначен Игорь Васильев 28 июля, прошлый четверг В плане выборов тут тоже что-то складывается Да, избирком завершил прием документов от кандидатов И в губернаторы, и в депутаты городской думы То есть вот Такой момент выборный, важный Ну вот только что в новостях мы слышали, что Сергей Мамаев стал первым зарегистрированным кандидатом Напомним, что от КПРФ Соответственно, Сергей Павлиныч у нас выдвигается Вот ждем, когда Избирком даст добро и в отношении других Кандидатов Я думаю, что как минимум в отношении еще двух он точно совершенно даст добро А кто у нас там? Костин и кто еще? Нет, у нас нет Костина Черкасов, Барсуков 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 коммунисты России А, ну да, да Нет, то есть это не КПРФ, это коммунисты Да, это коммунисты Таинственная партия, обладающая Немериной Ну да, я понял, хорошо Ну и самого движенца Николай Дубровин Ну ты еще забыл, самого Вриона забыл Вриона, да, он тоже как бы так случайно участвует Ну вообще, он скорее всего, да Зайдет так, посмотрит на все Отойдет в сторону Зачем? Ну, по крайней мере, собрали подписи все Все сдали Нет, все сдали, там не факт, что все собрали Все понятно Сейчас идет проверка Собирали не все, сдали все, я понял Собрали не все, сдали все, потому что сдавать-то надо, как бы, если уж не заявилось Ну хорошо, зарегистрировались Они еще не зарегистрировались Пока только один Мамаев у нас зарегистрированный Ну хорошо, ну там трое или четверо будут, да, значит Игорь Вадимович, естественно, выиграет 10 сентября мы поздравим его с назначением С избранием, что ли? Ну, с избранием, да, без разницы как это назвать Вот, то есть, ну, и с какой Мы, что, оставшиеся там 40 дней Да, 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 оставшиеся 40 дней Мы можем спокойно отдыхать В общем-то, все решено, в принципе, без нас Михаил, поддерживается? Или ваше мнение отличается? Что все такое, что предрешено? Ну, конечно, предрешено То есть я согласен с Владимиром Валерьевичем Почему 40 дней, я не совсем понял Я тоже, кстати, не понял Мысль меня даже немножко остановила Он сегодня правильно сказал, 31 сентября Да, я сейчас от следующей дата читаю 31 день в августе, 9 дней в сентябре Потому что 10-го уже все будет формально сделано То есть как раз ты правильно посчитал 40 дней Ну, да, 40 дней работы Тревожный момент Ты имеешься, ну, какой тревожный момент? Тревожных 40 дней, очень спокойных 40 дней Не-не, понимаешь, что в христианской традиции 40 дней, это 40 дней поста 40 дней, после которых душа, наконец, определяется Своим местом жительства Душа как раз и определится со своим местом жительства То есть коллективная душа Кировской области Через 40 дней полностью определится Но беда или счастье в том, что Местоположение этой души, оно предопределено То есть там, она как виляя, не виляя Там, молись, не молись Через 40 дней она окажется в строго определенном месте Я даже знаю номер этого кабинета Я, честно говоря, не помню Мне кажется, кировчанам самое главное На эти 40 дней спокойно отдыхать Заниматься проблемами Развлекаться Думать о своей жизни Читать хорошие книжки Слушать музыку, не знаю, кино Ходить в гости А на выбор-то надо будет пойти? Ну, дело в том, что так устроена жизнь Что на эти выборы все равно придут, правильно? То есть придут бюджетники Придут всякие люди, которые Войнообязанные, короче Административно-зависимые Как их сейчас называют Административно-зависимые Социально низкой ответственности Административно-зависимые Социально низкой ответственности Вот все они придут, конечно Они придут гарантированно, это понятно Примерное количество их примерно известно То есть неожиданностей никаких не будет Не выдумывайте, пожалуйста Не будет ни второго тура ни ярких выступлений оппозиции, ни Сергея Павлиныча на белом коне шашки на перевес. Ничего этого не будет. Будет спокойное голосование за Игоря Владимировича. Все. Я думал, ты закончишь. Спите спокойно. Ну, в принципе, он практически то же самое сказал. Только он разложил там пакеты книжки про гости. Спите спокойно. Да, конечно. Думаю, что интерес к выборам это форма пробуждения. Мне кажется, наоборот. Человек, который интересуется выборами, погружается в глубокий, очень нервный такой психический, такой сложный сон. То есть он бегает там, думает, кого выберут там проценты, явка, голосование. Боже, что случилось? Куда мы катимся? Куда катится эта страна? Знаешь, как в фильме «Красная жара» со Шварценеггером? Какие ваши доказательства, что будет с этой страной? Ну, вот примерно то же самое. Чувствую. Тут, кстати, отчитываясь в своей работе перед законодательным собранием в прошлой четверг, Игорь Васильев сказал, что будут проиндексированы зарплаты работникам бюджетной сферы, детские сады, учреждения для детей-сирот, социальные работники и так далее. Это, на ваш взгляд, подтолкнет бюджетников на выборы идти, или они вне зависимости повысят зарплату. Так они хоть так пойдут им куда деваться-то? Потому что если они не придут, им точно ничего не повысят. Ну, нет. Ну, надо все-таки людям дать, конечно, какую-то морковку перед тем, как, собственно говоря, загонять их совсем. То есть надо повесить, пусть они там... Загонять в каком смысле? Ну, как сказать, ну вот большие массы населения, которые бездумно голосуют за то или то, больше напоминают, ну, как сказать, не совсем организованную биомассу. То есть им показали морковочку, что-то дали, они проголосовали за это. Вот так и действует у тебя машинка. Нет, ну, я обычно рисую. Знаешь, ты помнишь, что картинка карикатура древняя, бежит собачка, а мужик с палочкой такой. В конце палочки бесит вот эта вот косточка сахарная. Да, да, да. Собачка бежит и бежит и будет бежать. Ну, дело в том, что сами бюджетники, они прекрасно понимают, что их заманивают. Но это заманивание им нравится больше, чем отсутствие этого заманивания. Вот и все. Честь контракта. Ну, да. Это контракт, конечно. Конечно, это абсолютно правда. Просто контракт населения. То есть вся эта власть целиком полностью от Вадима Владимировича до Игоря Владимировича и так далее до самого низа. Она опирается на совершенно ясные группы населения, на ясные механизмы управления, взаимодействия с ними. Ну, о неожиданности в этой системе я бы просто не ждал. Она, даже сама система противоречит неожиданностям. Она настроена на то, чтобы неожиданностей не было. Все. Мы максимально подходим по большому счету к некой финансовой отчетности и к неким товарно-денежным отношениям. То есть деньги есть, заплачено, проголосовано, живем дальше. Денег нет, тогда возникают проблемы, тогда возникают уже какие-то там, ну, скажем так, сложные ситуации. На сегодняшний момент деньги есть. То есть показано всем о том, что есть деньги на дороге, есть деньги на повышение, на индексацию пенсии. Ну, самое необходимое. Да, бюджетника. То есть есть определенные деньги. Выплаты будут по контракту произведены. Соответственно, если выплаты произведены, то будьте добры, нужно проголосовать, нужно, собственно говоря, выбрать. Вопрос другой. Действительно, ну, выбрали. Дальше нужно что делать? Работать, исполнять ведь тоже какие-то контракты, то есть руководить нужно этими людьми и так далее. Подожди, Миша, вот тут самый интересный момент начинается, когда руководить какими людьми? Те, которые проголосовали за 500 рублей? Ими не надо руководить, они и так руководимы этими 500 рублей. Ну, на самом деле, все равно система... Это мы просто видим и выборы вспоминаем. Индексация, это нынешняя, она тоже не больше, чем 500 рублей. Без разницы. Нынешняя большая всегда бывает. То есть выбраться, ты выбрался за счет этих людей, а руководить ты собираешься этими же людьми или какими-то все-таки другими? Надо руководить какими-то другими людьми. Вот, замечательно. Тут мне случайно мыс млекнуло, русские, ну, это такое правильное определение русские, русские, им не нравится до сих пор, отличаются тем, что они демонстративно аполитичны. То есть мы очень любим говорить, я не интересуюсь политикой, бог с ним, кто-то делает, что-то там как-то происходит, европейцам не говорите такого, ну, приличным европейцам, потому что даже это неприлично. То есть европейцы обязаны интересоваться политикой. Почему? Потому что он знает, что если он выберет этих людей, у него будет вот это, а выберет вот этих, будет вот это. То есть у него как-то зависимость есть. А у нас что, голосуй, не голосуй, все равно. Ты знаешь, кто у тебя по твоему округу является депутатом УЗС? Нет. Молодец. А Гордома? Предполагаю, предполагаю. Ты кричал. Не уверен на 100%. Володь, Володь, ты представь на секунду, что все-таки это эхо Москвы, ну, Кировская, но эхо Москвы, то есть радиостанция, не самые глупые люди, я надеюсь, по крайней мере. Это он уже тебя хвалит. Эксперт, естественно, мирового масштаба приходит. Хорошо, хорошо, Миша, спасибо тебе отдельно. Вот, и я к чему, потому что здесь ты, да, да, даже ты не знаешь, кто у тебя депутат УЗС, хотя по твоему округу, ну, и о чем мы дальше будем говорить, то есть после этого, значит, каждый советский человек, русский, значит, за бутылкой водки, потому что за бутылкой водки все обычно знают, как правильно управлять этой страной, быстро, даже не умеют управлять собственной жизнью, быстро начинают управлять. Он сразу, это власть, что же она делает, да куда, да мы, зачем, да что же с нами такое, да кто там отвечает. Он не знает даже, кто именно у него управляет его округом, кто за ним очистил, не представляет. Понятная мысль, да. Да, то есть, ну, это смешно, люди, которые не хотят делать ничего и при этом требуют, чтобы за них, это решали, это смешно. То есть, у нас такие две самые большие группы людей, это, во-первых, бюджетники, которые обязаны идти строем и голосовать, так им скажет папа, ну, любой папа, да, и вторая часть, те, которые просто по барабану немножко хватает денег, они чуют свободнее, они не хотят заниматься этим и как-то держатся в стороне. такие прекрасные группы. Порез нам сделать небольшую паузу, напомним, что мы беседуем с Михаилом Шевелевым и Владимиром Маматовым буквально полминуты и вернемся. Мужской понедельник продолжается. Михаил Шевелев, представитель Совета по аудиторской деятельности при авиатско-торгово-промышленной палате и Владимир Маматов, комический директор газеты «Репортер». Роли экспертов сегодня по региональной политике. Мы говорили как раз о пассивности нашего населения. У нас есть опрос по этой теме. Мы расспрашиваем наших слушателей на выборы 10 сентября. Я пойду? Я не пойду. То есть, вы, наших слушателей, пойдете или не пойдете? Я понимаю, да. По результату. Либо еще не думаю об этом. Да, голосовать можно на странице ВКонтакте и на сайте херва.ру непосредственно. Результат на сайте следующий. Пойдут голосовать на ближайшие выборы 72%, 73% почти. На странице ВКонтакте таковых почти 48%. Это лидирующий вариант ответа. То есть, где-то больше половины, где-то половина собирается 10 сентября на выборы. Вот соответствует это? Ну, это только говорит итоговой явке. А аудиторию. Да, характеризует аудиторию. Политически активная аудитория. Сколько аудитория? Это нехороший вопрос. А сколько аудитория составляет? Ну, город Киров. Неплохо. 538 тысяч человек. Включая младенцев. Прилюнули к своим радиоприемникам. Да, они хорошо. Ну, кстати, в этом году ведь новшество. МФЦ принимает заявление на то, чтобы проголосовать по месту жительства. То есть, если, например, не прописан в областном центре. Это что-то вместе от крепительных удостоверений. Ну да, да. От крепительных удостоверений теперь нет. А вот новая система. Как это, господа, скучно, прости господя. Ну, 48 тысяч процентов, там, миллионов, миллиардов, квадриллионов человек заявили, что поют на выборы. Ну, придет на выборы 33 процента явка будет. Реальная. То есть, 33, 36, 30, 20, точнее так, 28, 33, 36. Вот в этом диапазоне ниже или выше? Не более 40 вообще? Нет. 40 даже близко не будет. Я думаю, что где-то порядка 30 процентов. Какие выборы говорим? Про Гордуму? Да без разницы. Которые состоятся 10 сентября. Они объединены. Они объединены. Они как бы, да, вместе по городу. То есть, место будет практически то же самое, насколько я знаю. Но это бог тем все. То есть, вот они говорят, что будут голосовать, там, придет 36, или 33, 38 процентов. Они проголосуют, дружно проголосуют за Игоря Вадимовича в выбор. Результат выборов предрешен. То есть, для того, чтобы Игоря Вадимовича не выбрали, ему нужно немедленно прекратить всякую избирательную активность. Вообще всю. То есть, да? Вообще всю. А лучше вообще уехать. Да, совершенно правильно. Но и этого будет не достаточно. И причем так вызывающе уехать куда-нибудь в Арабский Эмират и оттуда посылать сообщение, как хорошо я там отдыхаю. Нет. Если он уедет в какую-нибудь страну, где запрещенная в России организация ИГИЛ работает, вот тогда, да, тогда возникает серьезный вопрос. Но до этого момента ничего не пройдет. Он может уехать, провести вдали от Кировской области. Его все равно выберут. Выберут все равно. Вот если пойдет с ума Сергей Павлиныч и Игорь Черкасов одновременно, они устроят... Кирилл. Кирилл, прошу прощения. Они устроят, что это феерическое... Вот, да, тоже за нас появляется. Но вероятность неправильных выборов, неправильных выборов, следующее, то есть, или же Игорь Вадимович совершает просто какой-то потрясающий силы поступков, или же не менее потрясающие вещи делают насчет Черкасов с Мамайом. Все остальные варианты можно не рассматривать. А так как этих не будет, значит, результат превышен. А что мы говорим? Ну, аудитория, проценты, ну, скучно. Что-нибудь вообще веселое, интересное есть? Путин приезжает. Ну, я в курсе. Но все еще идет с приставкой возможно, возможно, нет? Да нет, уже... Я просто говорю, что читаю районные сайты. В районах уже объявлено... Билеты нашел. Не, ну, просто сообщение такое читаю, да, что официальное сообщение Котельнической городской думы, что в связи с тем, что 5 августа в Киров приезжает Путин, визит Игоря Владимировича Васильева намечен на 31 июля в Котельнице, что-то меняется и переносится на 21 августа. Это официальное сообщение, что котельничане зря не ждали губернатора. Ну, чтобы под дверьми не стояли, там зря времени сам не просили. То есть как бы 5-е слово там указано, да. Вот это интересно. Это суббота, это интересно. Ну, как раз об этом говорили вот в пятницу про фестиваль шляп, что, наверное, Владимира Владимировича можно в Вятские поляна свозить, там весело, хорошо. Шляпу примирать? Конечно. Неплохо, да. Путин любит шляп. Он же любит переодеваться, да? То есть можно в кучу шляп сразу. Возить на автомобиле, да? Вот это вот. Я думаю, сейчас специально с авиации вернули, то есть на вертолете можно уже нормально, быстро доставлять. Рискнуть, да. Нет, ну просто, да, летать в Вятские поляны из Кирова для президента России, это, ну, я думаю, дорого. Дорого такой, думаешь, он сэкономит? Для всей страны. А, для всей страны дорого, ладно. Слушайте, уважаемые наши эксперты, а как вы реагируете на многочисленные плакаты, билборды в областном центре? Игорь Васильев, наш губернатор. Кстати, неплохие билборды. И, кстати, мы такой вопрос можем слушателям задать. 211 ситуация. Как вы реагируете? А они тебе не нравятся? Люба или не Люба? Вот так вот просто вопрос поставить. Мне определение больше нравится. Нормальные абсолютно билборды, ничего в них такого кривого, косого нет. Они правильно сделаны, в принципе. Там дизайнер работал, то есть там они выстроены хорошо, и надписи правильно подобраны. То есть ничего не скажу, нормальная работа. То есть деньги, если за деньги за ним надо... А сколько это стоит? Я не знаю. Ну, как человек из этой... Нет, нет. Ну, это, во-первых, наверняка делали не наши. То есть сколько за это стоит московский вариант расценок, я не представляю. Ну, это не очень дорого. Ну, стоит. Ну, это нормально. Сделано за заключением одной деталики, вот, которая мне все время портит впечатление, но это из-за моей придирчивости. Это то, что Игорь Владимирович на этих плакатах, вы посмотрите, поедете, да, они сделали потрясающе добрым. То есть просто такой какой-то слегка виноватый, уставый, немножко виноватый. Игорь Владимирович смотрит в глаза кировчанам и говорит, а вот год на посту 100 километров там дорогу отремонтируют скоро. Вот так, просящим таким взглядом немножко. Учитывая, что он несколько другой человек, во-первых, разный. И навятки, вот эти слабые, просящие, такие милые, славные, добрые губернаторы, это не то, что нужно, с моей точки зрения. Я бы, наоборот, здесь, в этой местности, первое, что сделал бы, репрессировал как можно больше местных мест. А вот наш редактор Анна Луцена подсказывает, беспокоится о том, а почему же нет портретов и каких-то лозунгов других кандидатов? Появятся, я думаю, еще. Ну, появятся. Появились. Появились уже? Да. Некого табу нету? Нет, а какой табу? А зачем? А смысл? Опять же, мы возвращаемся к повестке дня. Смысл какой в этом табу? Все определено. То есть договоренности, я уверен, что договоренности с Мамаевым и с Черкасом, они давно проведены, устаканились и все. Смыслу нет. Не пускать их, это бред. Ну, там какая-то интрига была на тему сбора подписей, но это смешно. А плакаты, можно представить, какие появятся. То есть появятся Черкасов. В прошлый раз он появлялся, потрясающие, что плакаты были, когда он напоминал рекламу мужских костюмов, да? А, вот такой. Да, он очень. Стиль такой прям. Светится. Да, он на синем этом фоне, прекрасный, с отливом таким. Интересно. Мне сразу захотелось зайти в магазин посмотреть. Это вот там, где висел на входе в магазин, как-то плакаты как-то, очень эффектно. Я несколько раз приезжал мимо него, я как только перегрестал. Хотел зайти в магазин померить костюмчик. Мне как у Черкасова, да? Да, да. Я уверен, что Кирилл, даже если он закончен, как бы с этой эстезией, то есть я думаю, что магазины мужской одежды востребованы. А Сергей Павлинович, естественно, там будет красный фон, там серпы и молоты, там хватит, он довольно отказаться, вызабавить, ну и так далее, вернуть там. Варяги. Ну, естественно, нет. Ну, варягов не знаю, наедет ли он в такой форме, не наедет. Ну, скорее всего, награничиться обычными возунгами, там восстановить, укрепить. Ну, вот это все хинею тоже. Ну, нормально все будет, да? В стиле 50 оттенков красного, да? 50. А, кстати, как вы оцениваете историю, вот эту недавнюю, с предложением подписать меморандум всеми партиями, там, за все хорошее против всего плохого? Володя чуть не попернулся чаем, слушайте. Ну, это креативно, это креативно, конечно, было. То есть для всех было очень нежно. Единая Россия, напомню. По-моему, слушай, я уже не помню, какие были выборы, когда они предлагали что-нибудь подписать такое. Нет, ну, то есть не всегда, вот когда подписывается такого порядка, их предлагается подписать такого типа документ и держит только один, это контроль за его выполнением. То есть потом, значит, кто у нас там, Быков инициировал это все. Ну, он озвучил. Да. То есть потом каждую неделю Быков собирая, значит, Мормаева, Черкасов, ну, там все остальные участники, да? Говорят, нас-то братва. Короче говоря, кто из вас еще там не туда и не сюда? Да. И этот разговор приобретает какие-то мрачные вещи оттенок. То есть теряются люди, сложно становится. Вообще, ну, хотя с другой стороны, это действительно, мы же прав, это креатив. То есть там жизнь в ЗАГС собрании бы начала другими красками играть. Они бы разбирались. Сегодня же ее простое желание где-то перехватить инициативу, где-то выйти. Где-то просто показать, что она есть. Да, где-то просто показать, что она есть. Чтобы не просто сидим, как вы ждем, значит, когда нас выберут. Мы еще что-то делаем. То есть появлению отремонтированных дорог, там, улучшению ситуации в социалке, это не имеет никакого отношения абсолютно. И даже к политике это отношение не имеет. Кстати, перебить, я мне, мы слишком мелькнула на выходных как-то, да? То ли я с... А, или в Пятце я с сыном у него дня рождения был, гулял по Цуму, он, значит, по этим, по Динке парку. И вдруг я подумал, что, ну, смотри, как хорошо, все-таки за эти годы растет благосостояние Кировчан хоть немного. Это вы на основе чего вы думали? Нет, я имею в виду, ну, открываются магазины. А, эти какие-то... То есть общий уровень жизни все-таки лучше. Ну, я имею обзывательскую точку зрения такую, полетно-шкурную. То есть я понятия имею, что делается в макроэкономике, в промышленности. Точнее, понятия имею. То есть чисто визуально, да, какое-то восприятие такое? Да, в период такой тебе брешь. А роста благосостояние? Ну, нет, нет, несколько лет последние, лет 10, конечно. Однозначно. Вот, и вдруг я понял, что это категорически никаким местом, никаким образом, вообще никак, не зависит там от Сергеенкова, Шаклейна, Белых, Василиева, кто там будет следующий. Не зависит. То есть ситуация, которая окружает людей, она, по большому счету, от этих губернаторов, там, мэров, всего остального не зависит. То есть, да, люди обеспечивают богосостояние себе и своей группе, которую они олицетворяют, да, но не больше того. А остальные люди, они существуют в другом пространстве немножко. И разрыв, между прочим, анекдот очень забавный. То есть уровень жизни растет, да, а разрыв между властью и людьми, которые пользуются этим уровнем жизни, все больше и больше и больше. Потому что периодически возникает... То есть, с одной стороны, смешно, что наши люди не знают, кого они выбирали. И другая, по-моему, не собирается голосовать за них, потому что неинтересно, да? Потому что никакого результата не будет. Но они реально не знают. Да. Но интереснее другое то, что, как бы... Потерял мысль, кстати говоря. Давайте мы ее поищем, пока у нас реклама продолжается. Полторы минуты и вернемся. 40 дней до выборов. Так, с легкой руки Владимира Маматова у нас сегодня. Ой, Господи, да. Тема так можно перефразировать. Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортеры», Михаил Шевелев, представитель Совета по аудиторской деятельности при Вятской торгово-промышленной палате. Есть опрос на сайте kirov.ru и на нашей странице ВКонтакте. Вы на выборы 10-го числа пойдете? 10-го сентября? Ну, три варианта ответа. Пойду, не пойду или еще не решил. Еще подумаю там. 9-го сентября, подумаю, да. А что такое выборы? А у нас как-то был такой вариант, что у нас раз 10-го выбора? Подрос процент тех, кто пойдет на страницы ВКонтакте, уже 53. Это у Маматов агитиры. Да, да, да. 53 процента. Да. Вы-то сами пойдете, кстати? Я нет. Почему? Я не хожу на выборы. Я пойду. Я хожу на выборы. Ну, ты более просто законопослушен, да. То есть как? Ну, почему ты нас послушали? Скорее такой процесс. Семейного выхода. Можно не прогуляться. Ты еще семью ведешь туда? Конечно. Да, конечно. Воскресный день с сестрой моей. Мы вышли со двора. Я поведу тебя на избирательный участок, сказала мне сестра. Такая шума. Ну, еще, кстати, мы как-то все мимо городских выборов идем, сидим, говорим все про губернатора. Мне кажется, в городской, я думаю, они, может, даже и более значимы могут оказаться. Они более важны, но они, как ни странно, более... Так, не перебивайте, дорогой, давайте. Да, конечно. Ну, я в данном случае хотел сказать только о том, что они очень незаметны. То есть, возможно, это, конечно, связано со сроками, да, когда позже поставлены сроки выдвижения кандидатов. Ну, они аж 20-го, по-моему, июня только приняли решение. Ну, они... Насколько я помню, уже чуть не 20-го июля только еще последняя партконференция. 19-го июля прошла партконференция «Одина России». Не знаю, сегодня выдаются садиться. Я думаю, что это как раз показатель того, что, ну, все это шоу, которого ждут политически активные сознательные граждане, оно здесь вообще не предполагается, и оно здесь никому не нужно. То есть, было время до начала кампании поговорить и обсудить, да? Между выборами было время выстроить все свои связи, выстроить всю свою рейхмедику, выстроить все свои, вот так, как Володя сказал, свой электорат мобилизовать, контракты заключить. Ну, и по большому счету, то, что мы видим там по тройкам, по одномандатникам, то есть, очень четкое понимание того, что люди знают свои округа, знают, кого они приведут, за сколько, как там с ними будут работать. Ну, и по большому счету, понятно, ну, их ожидания, кто, какие шансы имеют, обладают. А по тройкам, ну, конечно, тройка «Единая Россия», она достаточно фантастическая. В смысле? Ну, в смысле, людей я этих практически не знаю, да. Но на результат это никаким образом не повлияет. Не, меня, честно говоря, интересует больше в отношении фигуры товарища Крепостного, который просматривается где-то там за всем этим процессом. Ну, она просматривается каждый раз. В списке партийных. Нет, я имею в виду должность мэра города Кирова, потому что как только выберут. Я сомневаюсь очень, очень сомневаюсь. То есть, все-таки, ты думаешь, не пойдет? Да, я почти уверен. Ну, видишь, разговоры были о том, что он займется этим делом, да. И я иронически очень всегда относился к его деятельности, ну, по разным причинам. Но я последнее время что-то думаю, что это не так и плохо было бы для Кирова. Это да. С этим я согласен. Но с точки зрения разумности... Крепостного во главе города Кирова. Да, да. Да, вы видели. Именно в качестве главы Думы, да. Ну, там же осталась система прежняя. Дума будет избирать главу. Дума будет избирать, конечно. Поэтому ему нужно снова своих большинство людей просадить и стать главой города. Ну, нет. Я не знаю, сколько источников. Если ты думаешь, то это возможно. Просто с точки зрения разумного подхода, мне кажется, выгод в этой должности очень немного. Да, Валерий Васильевич. Выгод каких? Личных, репутационных? Ну, и во-вторых, мне все-таки кажется, что вот такие должности, как... Ну, понятно, что депутаты Думы избирают, но она все равно где-то там наверху сначала согласуется, проходят все эти партийные свои утверждения. То есть тут не столько кто-то будет в городе его избирать, сколько будет решаться, опять же, наверху, как собственность губернатора. Да, вот с этой позиции, наверное, даже возможно. А на сколько наверху? Ну, я не знаю, как минимум в Полицовете где-нибудь Единой России, я думаю, так вот где-то на этом уровне, да, там вверху будет решаться, там, кого в Кирове, там, кого... Мысль интересная появилась. Кому гордуме избирать? В сельских думах очень сложно найти главу. В сельских думах. Нет желающих? Сруковых. А? Нет желающих? Да, нет желающих. Да, потому что, ну, достаточно сложная работа, я подозреваю, что, может быть, мы по городу Кирову до этого доходим, что найти желающего возглавить город с тем, чтобы ввести весь этот ввоз проблем городских, да, то есть не так много желающих, поэтому наверху решают, кого назначить. Ну, я думаю, что последний бастион как раз выбора губернатора, то есть губернатор еще держится, вот, то есть логическое завершение этого процесса, когда невозможно будет найти желающих стать губернатором. А, ну, идет. А, кстати, да, потому что, вспомни, ведь мы гадали, кого же назначат губернатором Кировской области. Год назад? Да. Как раз год назад, буквально, да. И когда мы гадали год назад. И вот, честно говоря, у меня как раз тогда возникло ощущение, что человек, которого к нам послали, как раз не очень хотел стать кировским губернатором. Ну, так вот назначили. У меня ощущение, что очень большое количество людей в этой стране, которых назначили и послали, они как-то не горят желанием становиться губернаторами. То есть, ну, назначили, да, дело такое, вот я, Игорь Вадимович, прекрасно понимаю, то есть с Москвы, с Росрееста, с нормальной человеческой должности, куда-то в фятку, которую никаким боком никогда, заняться выборами, которыми никогда не занимался. Вот, если честно, вот любым делом, которым никогда не занимался, вдруг заняться, причем заняться из-под памяти. Да и не в юные годы, знаешь, что все-таки человек уже за 50 глубоко. Да нет, это ладно, это, Коля, тебе тоже не мало ли. Я поэтому его понимаю. Я имею в виду, что в нашем возрасте все равно можно заниматься чем-то интересным, потому что тебе нравится, да, с большим увлечением. Но без увлечения заниматься чем-то в нашем возрасте, согласен, трудно. Я как раз это и хотел донести, что когда мало того, что. Мне, честно говоря, искренне жаль, потому что человек тратит силы, время, усилия, да, на деятельность, которая ему не нравится. Она не может ему нравиться, он никогда не стремился к ней. Ну, это ладно, посочувствуем ему и надеемся, что у него все будет хорошо. То же самое, видимо, на уровне города. Давай опять же вспомнить, Валерий Васильевич, у него все хорошо, зачем ему вот это еще? Ну, вот единственное соображение, если у него есть какие-то желания. Это было бы для кировчан, это было бы на самом деле лучше, чем нынешняя ситуация. А еще кандидатуры на главу города? У меня нету. У меня нету в политике. Еще кто-то видится в этой массе? Город все-таки это хозяйство. То есть тут должен быть хозяин. Если уж с этой позиции смотреть, то Валерий Васильевич, конечно, тоже. Ну, он, по крайней мере, да. Человек, который сумел не только найти деньги, поднять их как-то, да, но еще и оставить их. То есть не только заработать, но и как бы сохранить. И сохранить достаточно долго времени. То есть там не полгода держав в руках. Но это уже показатель. То есть если человек умеет говорить с людьми, умеет распоряжаться деньгами, это не было важно. Ну, и кроме того, необходимо понимать, что вот есть регион губернатора, есть столица, да, собственно, мэр, ну, там, глава города. Ну, тут либо тандем, либо противостояние. То есть сценария, в общем-то, ровно два. То есть, исходя из того, что происходит, мне кажется, конечно, вариант противостояния более вероятный, чем вариант, там... С главы региона, имеем в виду, да? Да, да, да. Противостояние района, региона и именно... Властного центра. Ну, как обычно, мэр, губернатор, это либо конфликт, либо это люди из одной... Да, либо конфликт, либо это человек-губернатор. То есть, по большому счету, тут вариантов нет. Ну, я, по крайней мере, по человеку-губернатора как бы не могу сказать, кто бы тут мог. Ну, у меня просто не было так уж много времени, чтобы своего человека найти, который мог бы еще и город возглавить. Да, согласен. То есть, ему приходилось выбирать из того, что есть. Согласен. Ты предполагаешь конфликт, да? Да, я предполагаю конфликт. Если вспомнить... Сильной фигуры человека-губернатора в сегодняшний день я не вижу просто. Если вспомнить бывшего главу города Владимира Быкова, после 10 сентября его будущее, на ваш взгляд. Я думаю, что он будет спикером ЗАГСа в Ране. У него хорошая должность, мне кажется, зачем ему ее менять? Я думаю, что в ближайшее время... Останется. Тем более, после того, как главнокомандующий военно-космическими силами оказался в списке потенциальных сенаторов, я думаю, что эти разговоры у всех прекратились. Разговоры о том, что следующее место. Владимир Владимирович, он просто еще раз напомнит, что, ребят, насчет сенатора уже тут все ясно. Мне интересным является факт содержательного встречи Владимира Владимировича и губернатора. Он проводит, насколько я знаю, мероприятие, связанное с местным самоуправлением в Кировской области. Ну вот сейчас вот то, что анонсируется, да, именно это. И на самом деле вот здесь, ну, учитывая, на мой взгляд, не очень прозрачное отношение между муниципалами и региональной власти, которая у нас существует на сегодняшний день, вот как сложится эта встреча, будут ли выступать наши муниципалы, что они там скажут? То есть, хотя эти муниципалы что-то Владимир Владимировичу скажут? Ну, они скажут. Ну, парочку-то муниципалов настрополят. Ну, должны же быть. То есть, они должны сказать. Все хорошо. Они должны сказать что-то хорошее. Обязаны сказать что-то хорошее. Ну, я думаю, что плохо тот муниципал, который в этой встрече не попытается что-нибудь еще и вынести. Потому что, зная, как у нас Владимир Владимирович может решать вопросы, да, вот тут все равно, знаешь, вот есть вот это вот пожелание взять и сказать все-таки. Именно вот этот нюанс... Просили не говорить, но сказать очень хочется. Вот этот нюанс будет интересно посмотреть. глава региона на радостях, что жительница этого региона не дозвонилась. В прямой эфир купил квартиру. Да, подарил ей квартиру двухкомнатную. Вот это факт-то есть. Зачем Путин еще едет? Зачем Путин еще едет? Кроме как вот посмотреть друг на друга? Не, ну, он едет. Традиционный визит. Он едет немножко, так сказать, дать своего рейтинга своему протаже. Ну, естественно, да. Своей аурой немножко поделиться. Хотя, опять же, тот же Кынев, вот я почитал, считает, что если сложить плюсы и минусы от этого приезда, то это же геморрой всегда. Тут куча всех перекрывают, закрывают. Что как бы снова уходит. Я бы не с геморроями, связанными с жизнеобеспечением, так, скажем, назвал. А геморрой связанная с теми вопросами, которые неожиданно могут быть подняты. Ну, например. Ну, например. Ну, какой вопрос могут поднять на встрече с Вадимом Вадимовичем? Ну, вспоминается история про офицерскую сдаву. Так, значит, что-то такое, которое в итоге оказывается, что сама себя высекла. Давайте так, Валдия. То есть, Владимир Владимирович сам может поднять вопрос, который никто не ожидает. Может. То есть, и в этом плане показать то, что он все видит, знает, и каким-то образом, ай-яй-яй, ну, скажем, ты работай, но я смотрю, это может произойти. Ну, я думаю, да, это вполне возможно. То есть, Ваня Владимирович внезапно погрозит пальчиком Игоря Владимировича, объяснит ему, что работать надо больше. И главное – люди. Главное – люди. Главное богатство нашей области – это люди. Несмотря на все экономические ситуации, на все сложные вещи. Ну, нельзя забывать об основном капитале. Кстати, Василий Куприянович Сыроев мог бы занять более какую-то заметную должность в рамках города? Он же тоже туда выдвинулся? Да, он тоже выдвинулся у вас главер в список, насколько я знаю, с проворосов. Вот, да простите меня, Василий Куприянович, мне почему-то порно совершенно вот это сочетание гоняется в голове. То есть, у нас есть человек Сергей Павлинович, да, и Куприянович. Вот чем-то они похожи. Я не знаю, почему так случилось. Что-то в этом есть. То есть, они, в моем понимании, занимают примерно одинаковые должности в этой жизни. Ну, так, по масштабу фигур. То есть, поэтому, Куприянович, я не думаю, что он займет больше, чем он занимает своей этой справедливой Россией. Там Доронин уже почил в бозе, ну, в политическом смысле я имею в виду. Сейчас тихо, скромно, нормально. Пусть едет вперед. Как-то грустно все получается. Все передышу. Нет, ну почему грустно? Все передышу. Ну, это же хорошо, это показатель стабильности. Это сказуем. Мастерство показателя стабильности. Да, именно Василий Куприянович это показатель стабильности. То есть, и мы тут все обсуждаем в некотором роде стабильность, да? Потому что за год мы очень стабильно этот год прожили. Каких-то особых потрясений мы не испытали. Состояние больного было стабильно тяжелым, как успокаивают врачи, врачи, отшельников, да? Николай, вот вы со своим фрондерством, вот этим желанием... Пол минуты. Да бросьте, Владимир, какое фрондерство? Никакого. Давайте итог. Итог очень простой. Мы живем очень неплохо. Выглядывая из окна и глядя на приносящиеся машины, гуляющих детей, на то, что в магазине есть чего поесть, нас не бомбят, тихо, ровно, спокойно, медицинское обслуживание есть. Живем мы, на самом деле, не в самом плохом месте. Ну, есть отдельные проблемы. Вась, там, бизнес, еще что-то, еще что-то. Все это мы решаем. Надо просто спокойнее относиться и тихо делать то, что делаешь. То есть 40 дней надо просто спокойно, мирно жить. О, вот это отпуск. Ребята нам предоставили отпуск от всякой ерунды. 40 дней спокойно жить. Михаил, добавьте что-то. Я согласен с вами. Я поддержу. Я поддержу. Владимир Маматов и Михаил Шевелев в гости первого часа мужского понедельника. На этом мы с нашими гостями прощаемся. Ну, а мы с Николаем Голиком вернемся через 20 минут. Субтитры создавал DimaTorzok